Всем привет, с вами Картилага и сегодня мы начинаем строительство метрополитена в городе Калуга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какой я пока не скажу Я даже в названии его не напишу Пусть это будет интригой Вот Но оно реально интересное Оно, по-моему, все еще строится в реале Но я по рендерам попробую его все-таки построить И также у меня есть идеи, да, я в Дискорде спрашивал людей, как мне поставить парящую станцию Вот, и сегодня вы узнаете, для чего мне нужна была эта парящая станция Я очень надеюсь, что у меня мой проект реализуется, я уже за кадром там пытался, что-то делал, черновики всякие, вроде даже что-то из этого получилось А получится или нет, вы увидите уже, как говорится, в конце таймлапса и вам уже судить, что же из этого вышло на самом деле Давайте не будем откладывать черный, в черный ящик, господи, в долгий ящик Пасхальные яйца, что? Что за пасхальные яйца? Я не понял Вы ничего не видели? Понятно Разработчики прикалываются Так вот Вот Начинаем мы с вами сначала со строительства Данной станции, потому что она Ну, знаете, как говорится Сами тоннели прорыть недолго Там, сами понимаете, тут все очень быстро И четко, вот Но эту станцию нужно расположить именно вот Чтобы она конкретно стояла так, как нужно И после этого уже К ней подвести все нужные тоннели Поэтому погнали И я надеюсь, у нас получится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Как правильно сказать, она надземная, точнее надводная, да, то есть она находится над Москва-рекой, в районе станции метро Спортивная, в районе станции метро Спортивная, да, интересно сказал. В общем, рядом с Ложниками. Интересна она тем, что, да, она полностью над рекой, и у неё такое остекленение, сверху проходит там проспект Вернадского, и пытался это дело реализовать здесь, ну, не все компоненты мне в этом деле помогли, да, ну, например, нет у нас тут потолочного покрытия, и пришлось как-то вот как-то импровизировать. Импровизировать пришлось, у нас вот, вот видите, как, давайте, может быть, мы немножко поменяем на, например, у нас тут вот это, по-моему. Вот так получше будет. Вот. Пришлось мне как-то импровизировать, проводить, тут все вот этот мост ставить, да, эстаккады, и, соответственно, чтобы как-то снизить потолок, вот провёл второй мост буквально снизу. Ну, так, если не всматриваться, то не видно, что это второй мост, просто, как бы, некая основа. Здесь, соответственно, я сделал какую-никакую развязочку. У нас тут бы ещё по-хорошему вот так вот дорогу провести, ну, если уж прям совсем по-хорошему. Давайте вот городскую проведём, попробуем. Так, ну, естественно, он так не пойдёт. Это к гадалке не ходи. Попробуем как-нибудь приподнять, может, получится. Ага. Вот так вот он может. Это хорошо, что он так может. Ну, сейчас сделаем так. Дальше выровняем ровно, сделаем. И опустим сюда к перекрёстку. Но приблизительно так. Вполне себе, мне кажется. Можно даже немножко сделать вот эти вот части, убрать. И сделать соединение, например, обычную земельку. Здесь. И вот здесь. Вот так вот, я думаю, поинтереснее будет. Проблемы у меня возникли с подключением станции с этой стороны. Потому что, ну, тупо... Как говорится, по-тупому, если, да, то... Слушайте, а если просто эстакады провести, а? Тут меня осенило. Тут меня, граждане, осенило. А ну-ка, си... Сейчас мы с вами финтушами попробуем сотворить. Это мы можем... Нет. Мы сейчас просто все полностью исчезаем. Нам это не нужно. Сейчас мы попробуем, так сказать, финтушами все-таки провернуть. А вось получится. Какой-то финтушами я вам сейчас покажу. Это мы убираем. Правильно, у нас одни эстакады тут остались? Одни эстакады остались. О, у нас тут идут тоннели. В них вся загвоздка. В них вся загвоздка. Соответственно, мне, чтобы провести тут все красиво... Я думал, хотя бы просто тоннель сделать, но тоннель он не хочет мне делать. Тоннель он мне делать не хочет. Даже если вот я буду рельеф менять. Так, сейчас, 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 сейчас вот так. Вот так. Даже если прям вот так вот приподнять, тут все хорошенько. Он мне все равно тоннель не заходит. Ну, я сейчас попробую, а вдруг повезет. Я, правда, просто тоннель проведу туда. И все будет тогда великолепно. И главное сейчас вот этот момент зацепить. Где-то он здесь у меня. Вот он, родной. Так. Так, сейчас, 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 сейчас. Ну, этот он ведет. Это хорошо. Ну, допустим. Хотя, какой-то странный тоннель получился. Какой-то очень странный тоннель получился. Еще разочек. Еще разочек. Так. Ставим. Ведем. Можно даже попробовать прямую сделать. Так, вот. Угу. А если этот? Угу. Ну, допустим, пусть будет тоннель. Правда, тоннель у нас почему-то тут не очень хорошо обозначается. О, вот такой вот тоннель виден. Здесь, правда, тоннель прям обалдел. Так, ну, хоть что-то, как говорится. Попробуем это. Да, вот у нас проходик такой. Здесь у нас разрыв тоннеля идет. Шост, не криминал. Теперь это все дело надо выровнять обратно. Не, вот у меня он хочет выравнивать. Это все дело. Так, этот мозг мы пока что уберем. Так, хорошо. И давайте теперь мы закончим наши улицы. А, вот они, наши улицы. Уличное движение. Я очень надеюсь, что у меня получится это сделать. У меня ни на что ругаться не будет. Ну, во мимо того, что есть. Может, вообще, куда-нибудь сюда. А, смысл, да? Хорошо, давай сделаем так. Сделаем так. По идее, проблем быть не должно. Да, у нас получилось сделать все красиво. На удивление, это очень-очень хорошо. Смотрим, цепляет, цепляет, отлично, цепляет. Все, супер. Дальше можно продлить эту улицу вот сюда. Ой, ладно, ты не кочевре, я же что-то начинаю. Нормально же общались. О, вот сюда ее прям подвести. Окей, а что у нас тут одностороннее движение какое-то? А, ну да, одностороннее движение, здесь точно. Это вот только убрать. Вот. И сделать одностороннее движение вот здесь. Только направление поменять. Да? Да, отлично. Так. У нас, соответственно, все поедут сюда. Ну, как всегда, будут пробки. Куда-то без наших пробок. Без пробок сейчас никуда. Хорошо. На этом, считаю, станция Воробьевых гор завершенной. Вот такая у нас получилась с вами станция. И теперь давайте, наверное, мы проведем наши уже окончательные линии метрополитена. А чтобы все правильно провести, нужно примерно определиться, где у нас какие станции будут находиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 вокзал Калуга-1. Эстанцию я еще не придумал, как назвать, возможно назову ее как-нибудь так, как называется ближайшая улица. Ну а вот и наша станция Воробьева гора. По-моему, не так уж плохо получилось. Но, правда, есть артефакты, куда же без них. Эстанцию я тоже не придумал, как назвать. Ну и вот мы выходим на наш метромост, ведущий в Мстихино. Довольно большой метромост получился. Зато у нас по факту междугородний метрополитен. Понятное дело, что линии я еще не подбивал, ничего не делал. Собственно, наша станция Мстихино. Как видите, впереди у нас тоже тупик пока что. Ну, этим мы уже займемся с вами в следующий раз. Наша синергия. Спасибо тебе большое за тест. Давайте, наверное, вот так вот все сделаем. Так вот мы с вами встанем. Ну что ж, на этом, наверное, я буду заканчивать свой ролик. Мы с вами сегодня построили станцию Воробьевы горы. Провели линию метрополитена. В общей сложности у нас получилось, по-моему, 6 станций. Также получился у нас очень большой метромост. Прям очень длинный. Ну, по-моему, это даже прикольно. И, соответственно, появилась станция Воробьевы горы. Эта станция у нас над рекой. Не могу сказать, что она прямо вот копийная-копийная. Ну, нет, не копийная. Понятное дело, что не копийная. Но максимально старался сделать ее похожей. Максимально вот. Насколько была возможность, настолько максимально пытался это сделать. Надеюсь, у меня это получилось. Естественно, ребята, судите об этом вам. Пишите в своих комментариях, как вам данная станция и как вам, в принципе, линия метрополитена. Нравится или не нравится. В следующей серии у нас, естественно, строительство электродепо. Какого я не скажу. Но электродепо будет очень интересным. Как минимум, путевое сообщение будет очень интересным. И, соответственно, будем уже приводить линию в порядок и запускать уже постоянные поезда. На этой ветке у нас будут ходить с вами только номерные. Естественно, будет московский бренд. Куда же без него? Будет Красная Стрела бегать. И наша Синергия тоже будет бегать. Куда же без нее? Как же без нее-то, да? Без диагностического поезда-то. Это такой небольшой анонсик на следующую серию. Решил я все это в одну серию не вкладывать, потому что очень и очень длинная серия будет. Ну, собственно, вот так у нас Воробьевы горы выглядят из окна поезда. По-моему, неплохо. По-моему, неплохо. Все. На этом у меня все. Спасибо вам всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте свои лайки. И пишите что-нибудь хорошее и приятное. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.